Матфей 11, 28 Я не могу уже идти дальше Я не могу, вот я его, хоть это конец главы, но в принципе я не могу сразу начать что-то дальше читать У меня такого не бывает, чтобы я после него не остановился и... Причем надолго Для меня, пожалуй, это самое... Одно из самых фундаментальнейших мест в Библии То, что он здесь сказал Здесь и смысл жизни Здесь и весь наш христианский путь И здесь, в принципе, то, что у нас нету Что у людей, у нас это, я имею в виду, человечество У нас нет покоя, у нас нету... Мы не знаем, куда мы идем Мы... У нас нету то, чего нам нужно Здесь он говорит... До этого он говорил, видите, вот горе тебе Хоразин, 21 стих Горе тебе, Ифсаида Ибо если бы в Тире и Судёне явлены были силы, явленные в вас То вы давно бы покаялись То же самое Тир А, и то же самое Капернаум До неба возникшийся, до ада низвергшийся Ибо если бы, слушайте, ибо если бы в Содоме Явлены были силы, явленные в тебе То он оставался бы до сего дня Содом и Гаморр Что он говорит? Значит, что вы можете отсюда заключить? Сердце человека становится мягче со временем Или становится более жестоким? Он говорит, Содом и Гаморра был... Ну когда? Это во времена Лота, да, Абрам? Это прошло, наверное, я не знаю Может, две тысячи лет Полторы тысячи, две То есть, если бы были явлены Содом и Гаморра Мы говорим, что там были жестокие люди Любящие ложь и Все это... Грех и так далее Если бы там были явлены вещи Которые он явил здесь в Капернауме То они бы до сего дня были бы здесь То есть, там было бы не мертвое море А Содом и Гаморра по-прежнему Они бы покаялись Они бы покаялись То есть, он явил силы в Израиле И тот, кто видел эти силы Они, в принципе, должны покаяться Потому что было явлено Очевидное Реальное присутствие живого Бога Но люди не покаялись Если бы эти были силы, явленные Там пару тысяч лет назад То те люди, о которых мы говорим Что уже хуже нет Они бы покаялись, оказывается Так вот, прошло еще две тысячи лет И мы сейчас с вами вот здесь Интересно Интересно, что сейчас Что Господь говорит Что нам сейчас бы сказал То есть Ну, я не хочу отвлекаться Значит, он явил нечто Люди не покаялись И вот теперь, когда Господь говорил К своему, пришел к своему народу Говорит, я пришел для погибших овец дома Израилю Он им явил Они не восприняли это Он пришел к своим Свои его не приняли Он пришел к народу Народ его не принял И теперь он говорит Кому? Теперь он говорит уже не народу А теперь он говорит Тот, кто устал Тот, кто обременен Тот, кто Депрест Тот, кто замучился От этой жизни Придите ко мне И я У вас нет покоя Вы У вас не точно нет покоя Вы просто очень уставшие Он их не ругает Он их не отчитывает Он же не отчитывает Богу никого Он просто говорит Ты обременен Ты замучился От этой жизни, которую ты ведешь Ты устал И Иго, которое на тебе лежит Оно тебя Как бы придавило Это бремя, которое на тебе лежит Это жизнь, которую мы ведем Она нас В принципе Не делает свежее Он говорит Придите ко мне Вот такие вы уставшие И я вас успокою Но чтобы вас успокоить Вы должны кое-чему у меня научиться Вы должны на меня учиться Кротости и смирения Потому что я кроток и смирен сердцем Он речь идет О истинной кротости И истинном смирении Потому что он говорит О кротости в сердце Не внешнее такое Чтобы И вот Люди приходят к нему Вот верующие христиане приходят к Богу Тысячи, миллионы людей Христиан пришли к Богу И praise the Lord А все равно обремененные и уставшие А все равно покоя нет I wonder why Значит у меня напрашивается два вывода Он говорит Придите ко мне Уставшие и обремененные И я вам дам покой Я вас успокою В общем как-то все В жизни как-то все утрясется Люди приходят к нему И мы с вами пришли к Богу А покоя нет И поэтому я вот начинаю рассуждать Я думаю Ага Одно из двух Или я пришел к нему И то, что он сказал Он не делает Ну что сразу исключается Потому что он Бог Он неизменно написано В слове Бог Вот значит Или Я к нему не пришел Или я так к нему пришел Что он не может дать мне покой Понимаете? Но если человек пришел к нему Так как он говорит Приди ко мне Вот ты должен прийти ко мне Вот так Как я тебе сказал Приди ко мне Тогда я тебя успокою И вот мы приходим к нему А успокоиться не можем И он даже нас не может успокоить Даже Бог не может нас успокоить Значит Он же обманывать не может Получается Что или мы пришли Или мы Я не знаю Значит Или мы не пришли Но вроде бы пришли Но как-то не так пришли Понимаете? Потому что если бы мы пришли Так как он сказал Что мы пришли То он бы дал нам этот покой А вроде бы мы пришли И он дает его А его нет Вот получается странно Конечно Мы можем Успокоиться Что такое вообще успокоиться? Успокоиться Это корень слова Здесь это покой И вопрос Находимся ли мы в покое? Ну Каждый знает свое состояние В покое ли он Мы конечно сейчас можем говорить И час и два Что такое покой И у каждого будет свое мнение И что такое определение покоя Как Библия понимает покой И здесь тоже будет очень много мнений Вот Но Я не хочу вдаваться в эти определения Я хочу говорить Что Я хочу сказать то Что он зовет людей У которых покоя нет Он говорит Он зовет людей Уставших Обремененных Утружденных Утружденный человек Это который Для меня это как Человек Как выжатый лимон Он уже утрудился Он уже Он уже высох Он устал Понимаете И почему он устал Потому что он пытается Все его усилия Вся его жизнь Вся его энергия Потрачена Как-то чтобы сделать Со своим бытом Понимаете Со своей жизнью Вот наша вот Посмотрите Вот на нашу жизнь Мы же очень развиваемся Сильно в технологический Сейчас все у нас Сейчас даже Все можно делать по улице На этом теле Или пазит Сделать банк Все что хочешь Вот То есть Фантастические вещи Мы делаем И они должны Облегчить нашу жизнь Как-то Сделать ее А этого нет Должны сделать ее Изи И в чем-то Становится легче Но сама жизнь Легче не становится Покоем не пахнет Его нет Сейчас трудно найти Я вот задумался Я думал на эту тему Сейчас трудно найти Человека Который Сейчас трудно найти Спокойного Счастливого человека Окей Когда-то Лет там 50 назад Может быть 40 лет назад Ну говорили Вот я счастлив Я не счастлив Сейчас вообще что-то такое Слово не очень популярное Сейчас Если человек счастлив В принципе Завидит от того Как у него идут дела Понимаете Как у него идут дела дома Как у него идут дела на работе Как у него дела там На акциях Как у него там Понимаете Если у него дела там Внешние дела у него Все получается хорошо То есть там плюс То он как Как дела Ну я счастлив Я в порядке То есть у него Понятие вот это вот Какого-то довольства Какого-то счастья Но привязано К внешним делам К внешним обстоятельствам Которые вокруг него Которые меняются Которые меняются Как этот маркет меняется И потом через месяц Спрашиваешь Ну как жизнь Он Лучше не спрашивай То есть Получается Детский лепет Понимаете Тут не то что Богом Тут нет покоя Нету запаха его Нету этого запаха Покоя Христос предлагает Христос предлагает Свой покой Покой это не безделие Это не отсутствие деятельности Видите Он не говорит что Мол Все Он говорит Нет Тебе чтобы обрести покой Тебе нужно взять Мое иго И взять Мое бремя И ты должен его нести И вот тогда Ты найдешь покой Души своей Понимаете То есть он не говорит Что тебе ничего Не нужно делать А то Та деятельность Которая наша Она нас утруждает И то бремя Которое Он нас Которое мы сами На себя взяли Какая то деятельность Которую мы ведем Она нас утруждает Вы знаете что Человек когда устал Когда он утвержденный Когда он обремененный Когда он такой выжатый Когда он загнанный такой Вы знаете что это Не от Бога Бог не предназначил Человеку Так быть Это состояние неправильное Это состояние не от Бога И не надо Себе говорить Что это надо И это надо И это надо И это надо Потому что Если ты с этим списком Крадешь Богу То Господь скажет А надо ли Помните Марфа пришла к Богу И надо 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 Столько человек пришло И он говорит Вот только одно Только одно надо То есть Господь не поймет Он не поймет это Но он предлагает Свой покой И его покой Это тоже деятельность Когда Бог говорит о покое Он не говорит о безделии Это непременно обязательно деятельность. Но это деятельность делания тех дел, которые Он предназначил тебе делать. Когда ты делаешь то, что Бог тебе предназначил делать, то ты обретаешь покой. Если ты вообще ничего не делаешь, и ты думаешь, что ты будешь в покое, то ты ошибаешься, потому что это болезненное состояние. Когда человек ничего не делает, он болен. А если он не болен, то он непременно будет болен. Потому что ничего не делание – это болезненное состояние. Человек должен делать. Если он делает что-то не то, что он должен делать, то он обременен. Он берет на себя иго, он берет на себя бремя, и он устает. И с него как бы энергия выходит впустую, с него соки выходят, с него он становится обременен, становится утружден. Но когда он делает то, что он должен делать, то же как инструмент, возьмите любой инструмент, чем вы работаете. Если ты пользуешься предметом по назначению, ради которого он был сделан, микрофон или что бы то ни было, то в принципе все нормально. Тот же любой инструмент, любая вещь. Но если я этим микрофоном начну забивать гвозди, то я и гвозди забью, и поломаю микрофон. То же самое и человек. То же самое и человек. Человек, когда делает то, что он должен делать, то, для чего Бог ему предназначил, то, что Бог предназначил, то он в принципе тогда только оживает. Он тогда начинает функционировать так, как он должен функционировать. Тогда он здоровый. Это здоровая деятельность. И самое интересное, что тогда он обретает покой. Тогда он обретает покой. Во второй главе послания Ефесяна, Ефесяне, вторая глава, там есть такой стих, вот он у вас уже есть, ибо мы его створение, видите, то есть он говорит, что вы мои, я вас сотворил, и дальше он говорит, для чего? Вы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Все, что начало быть написано, и все, что есть, через него сотворено. Вначале было слово, и слово стало плотью. Это плоть это кто? Это Иисус Христос. Все, что Бог сотворил, Он сотворил каким путем? Господь говорит, да будет там свет, но Он сказал слово, и это слово, что? Оно стало плотью, то есть слово это как бы, это Христос, понимаете? И вот все, что вообще сотворилось, все, что сотворилось, оно было все сотворено через слово, через Иисуса Христа. Сейчас мы новое творение, тоже сотворены во Христе Иисусе, созданы. На что мы созданы? Просто так, нет, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот это дело Бог предназначил тебе исполнять. Вот в этой строчке заложено какое-то твое дело, которое Бог предназначил тебе исполнять, которое ты должен исполнять, и это иго и бремя от Бога, и оно принесет тебе покой. Человек не может без деятельности. Вообще человек – это творческое создание, человек – это творческое существо, если хотите. Если этого нет в жизни человека, то это болезненное состояние становится. Он должен делать то, что он должен делать, то, что Бог ему определил. То есть, человек сотворен для какого-то дела. Если он не делает это дело, он не имеет покоя. Он не имеет покоя. То есть, покой от Бога. Искусственно ты покой создать себе не можешь. Ты должен только делать вот это вот, то, что он тебе сказал. То, что он определил. Это усталость и это бремя, которое делает нас такими, это результат того иго и того бремени, которое мы несем в своей жизни. Ну и, понимаете, мы живем в этом мире. У меня такая сегодня тема, такая как бы философская немножко. Но она важная, потому что придите, я дам вам покой. Мы пришли, покоя нет. Ну, почему? Это же естественно. Это естественный вопрос должен возникнуть у всякого верующего человека. Мы наблюдаем себя, мы наблюдаем других верующих, мы наблюдаем, и мы не видим покоя. Мы видим исцеление, мы видим воскресение мертвых, мы видим все, что угодно, но мы не видим покоя. Мы немножко коснемся вот этих всех исцелений. Результат нашей усталости и обремененности – это результат того бремени и того иго, которое мы сами на себя возложили. Почему? Потому что мы живем в этом мире. Мы продукт этого мира. Мы продукт этой цивилизации, этого менталитета, этой гонки, этого движения, этого мира. Поэтому Бог говорит, не будьте, как этот мир, и не идите в эту сторону. Не идите в одну сторону с миром, потому что вы будете, как этот мир. И потому что мы говорим, ну как, ну так жизнь устроена. Человек думает, что так надо жить. Потому что, особенно если ты живешь в таком городе, как Сеаттель, в большом городе, то в принципе человечество идет в одну сторону. Человечество идет по какому-то направлению. И ты живешь в этом городе, ты живешь в обществе, ты живешь в этой комьюнити, и ты идешь в этом же направлении. И в результате этого, этой деятельности, в результате того, что ты идешь в этом направлении, как мир идет, у тебя появляется бремя. Потому что ты должен идти с этой скоростью, ты должен ехать с этой скоростью, у тебя все должно быть соответствующее, что вокруг тебя, понимаете. И это накладывает на тебя бремя. Ты должен, что называется, catch up with this. И это все, это у тебя лежит на тебе. Ну как же, мне же надо это все. Почему? Потому что так все живут. И ты возлагаешь на себя бремя, возлагаешь на себя заботу. Быть как бы в одной скорости с этим временем. И этот человек утомляет. Он прилагает большие усилия, чтобы улучшить качество жизни, но мы уже говорили, что она от этого лучше не становится. Христос, что он предлагает, он говорит, отдай мне свои заботы, а вместо этого возьми на себя мое бремя. И возьми на себя мое иго. Потому что иго – мое благо, и бремя – мое легко. Наше бремя и наше благо, и наше иго, оно нелегко для нас. Оно для них легко. Почему? Потому что оно нас обременяет. И оно нас утруждает. Мы замученные. Из-за того образа жизни, который мы сами выбрали. И все мы говорим, что так надо. Так надо. Иначе жить нельзя. И мы себе это внушили, мы так считаем. Но Христос говорит, что я хочу дать вам свое бремя, то есть свою заботу, свою ношу, благодаря которой, и что, в принципе, принесет тебе покой, и что тебе принесет какую-то внутреннюю радость. Какое иго, какое иго и какое бремя Христос предлагает? Ну, это нетрудно. Он говорит, возьмите мое. Что он делал здесь на земле, мы знаем. И мы знаем, для чего он пришел на эту землю. Он пришел на землю, чтобы исполнить волю Отца. Вот это он сам сказал. И, в принципе, другого он ничего здесь не пытался сделать. Он пытался сделать только то, что угодно Отцу. То есть, то бремя, и то иго, и то ношу, которую он предлагает, это... Его можно сформировать очень просто. Твоя жизнь для того, чтобы служить Богу, а не служить себе. Жизнь для себя и служить себе – это иллюзия. Понимаете? То есть, когда человек живет для себя, это иллюзия. Потому что, когда человек пытается себе угодить, он... Это мираж. Потому что, что такое мираж? Ты видишь какую-то цель, да, там, вдалеке. Ты видишь какую-то цель, и вот она цель, и ты идешь к ней. Ты идешь к ней, ты стремишься к ней. По мере того, как ты к ней приближаешься, что происходит? Она исчезает, она тает. Я не знаю, что с ней происходит. У нее нет. Вот эта вот жизнь вокруг себя. И мы знаем, что книга «Экклесиаста», она прекрасно подтверждает эту позицию. Эту позицию. Он никогда не достигает своей цели. Появляется усталость. Появляется разочарование. Мало того, его силы истощаются. У него не только физически, у него эмоциональные силы истощаются. Он начинает прибегать всякого рода лекарством, чтобы держать тебя в эмоциональной нужной форме. Поддерживать это искусственно. Но организм кричит его. Его душа кричит. Его тело кричит. «Эй, слой down!» И он не обращает это внимания. И он компенсирует это какими-то лекарствами, какими-то, я не знаю, какими-то вещами, что предлагает сегодняшняя наука. И продолжает идти дальше. В результате чего? Он сокрушается. Причем это происходит быстро и неожиданно. Вся проблема в том, что человек сам не знает, что он хочет. Те нужды, которые мы знаем, что наши нужды, это не значит, что они действительно твои нужды. Человек не знает, что он хочет. Потому что сегодня ты хочешь одно, через месяц ты хочешь другое. Ты не знаешь. Ты просто не знаешь. Поэтому если ты пытаешься жить для себя, если ты пытаешься угодить себе, ты пытаешься угодить... Это, как мы говорили, это гоняться, это chasing the wind. Понимаете? Это гоняться за ветром. Потому что ветер дует в разные стороны. Человек – это пар. Он не имеет формы человека. Человек – это пар, который появляется на малое время, а потом он исчезает. Это как жидкость, которая не имеет формы. Пока Бог не возьмет эту жидкость и не вольет в какой-то сосуд той формы, которая ему надо. Тогда появляется какая-то форма. Это, понимаете, и вот такой человек, который не имеет в себе стержня, он пытается угодить себе. Он пытается угодить себе. И он никогда не может себе угодить, потому что он не знает сам, что он хочет. Это люди. Это человек. Уходят годы, уходят годы твоей жизни, уходят, может быть, лучшие твои годы жизни. Уходят силы, уходят деньги. И потом ты приходишь, и это оказывается мираж. В искусстве много таких эпизодов было. В искусстве, по-моему, писатели, философы. Это же... Вот мне только что Джек Лондон пришел на ум, потому что я его читал все детство. Мартин Иден, вы помните, этот автобиографист? Ну, это же... Он стремился, он хотел стать... Ну, и чем кончилась эта судьба? Он же покончил с собой. Это же такие случаи в миллион. Миллион. У людей цель. И когда он стал этим великим писателем, то он... Это то, к чему я стремился, и он ушел из этой жизни. Он пытался жить для себя. Посмотрите притчу, двадцать седьмую главу. Преисподние Эавадон ненасытимы. Так ненасытимы и глаза человеческие. Нравится вам это? Ну, попробуй угоди этим глазам. Попробуй насыть их. Они ненасытимы. В другом месте еще в притче сказано, что огонь... Огонь, он никогда не говорит «довольно», да? Он все пожирает. Вот сколько ты ни кидаешь в огонь, он все... Он не говорит ему. Песок, сколько ты ни лей туда воду, она никогда не будет стоять. Вода, потому что она все туда уходит. Вот это вот человек. И вот наша жизнь, в принципе, это похоть плоти. Похоть плоти мы пытаемся, мы хотим, мы увидели, мы хотим. Мы увидели, это хотим. Мы увидели, хотим. Реклама, я хочу. Потом реклама, я хочу, я хочу. Я иду за этим, я иду за этим. Я иду за этим. И конца, и края нет. И потом я устал. А чего это я устал? Надо сходить к врачу, у меня что-то нет энергии. Ну сходи к врачу, он тебе даст источник энергии. Даст. Труд для себя, труд, в центре которого стоишь ты, и жизнь, которую ты употребляешь для того, чтобы угодить себе, это иллюзия. Запомните это, пожалуйста. Это иллюзия, это мираж. И самое интересное, что в дьявол хочет, чтобы мы так жили. И так и написано в эфисианах, если вы не ушли, можете почитать там во второй главе, в этой же второй главе, по-моему, третий-четвертый стих, что мы жили по воле князя, господствующего воздуха, своими словами, угождая своим похотям. Мы угождали своим похотям и своим плотским желанием. То есть мы угождали себе, мы так жили по воле, а оказывается, это было по воле князя, господствующего воздуха. И он хочет, чтобы мы так жили. Цели меняются, интересы меняются, и человек постоянно пытается это все как-то угодить. И это не что иное, как гоняться за ветром. Бог же сотворил человека для совершенно конкретных дел, которые он предназначил ему исполнять. Возвращаясь к этому месту, опять к Матфею 11 глава, сейчас. Он говорит следующее. Матфея, да, это наше основное местописание. Он говорит, возьмите иго мои на себя и научитесь от меня. Существует иллюстрация, существует мнение, что он говорит, что иллюстрация, что когда брали молодого вола, который был еще необъезжен, еще был такой еще молодой, такой попрыгунчик такой, он еще необъезжен, то его вставили в пару уже с опытным волом, который уже в этом ходит под этим ярмом, под этим игом уже долго. То есть он уже несет свою ношу, он уже несет это гига. И глядя на это, их как бы впрягали в одну эту вот упряжку, под одну ярмом. И этот молодой, этот вот должен, глядя на опытного, на старого уже, он должен набраться мудрости. Потому что, понимаете, потому что когда я вот впрягаю, тебя решают свободно, и тебе говорят, что нужно туда идти и тащить вот этот вес. То есть дали работу, и тебе нужно ее вести, вот эту вот телегу, туда, потому что так надо хозяину. И, конечно, молодой, который не привык, что ему говорили, что ему делать, и с какой скоростью, то есть не управляет. Кто-то in control, он не привык, он начинает буянить, как бы. И он, хоть его там привязали, но он все равно буянит. Но он должен научиться у этого старого. Потому что чем больше он буянит, тем больше он теряет силы. И он не может найти покоя. Он должен успокоиться. И чем быстрее он успокоится, тем быстрее он примет эту участь на себя. Понимаете? Это участь. Это крест. Это участь этого молодого быка, или кто он там. Это его участь. Он говорит, почему я должен это тащить? Вот это вот, я вот сегодня, вот такое у меня сегодня. Почему должен тащить? Почему я должен тащить чью-то телегу? Потому что ты, вол, именно для этого и был сотворен. Окей? Это твоя участь. Если ты что-то делаешь другое, может быть, более приятное, как тебе кажется, то ты, может, это делаешь, но ты не имеешь покоя. Ты не можешь успокоиться. Потому что ты делаешь не то, ради чего ты вообще был сделан. The first place. Чем быстрее он примет, для этого, чтобы это принять, научитесь у меня, что я, говорит, кроток и смирен сердцем. Чем быстрее ты смиришься, чем быстрее ты покоришься, чем быстрее, как мы сегодня пели, surrender to this, тем быстрее ты обретешь покой. Чем быстрее ты обретешь покой. Когда человек впрягается вот в это вот ярмо, и когда он берет на себя вот эти вот Божьи определения, то это становится его жизнью. Почему вот сегодня у служителей есть его жизнь, вот это вот его служение, вот он занят служением. Как бы он ни был не занят служением, это его служение. А потом, когда он освобождается от служения, он сделал то, что ему надо, или проповедь, или конференция, я не знаю что. Потом это его личная жизнь. То есть вот это вот его труд, пускай он очень-очень занят, а потом это его жизнь. И говорят, ну как же, он же имеет право на это. То есть, ага, для Бога вот это у меня, пускай даже 90%, пускай 98%, но себя, это вот моя жизнь, я должен как-то, ну, надо мне немножечко. Апостола Павла не было такого. Понимаете, у него не было такого. Когда человек берет на себя это бремя, которое от Бога, когда он на себя берет это бремя, это иго, то его жизнь становится служением. А служение становится жизнью. Вот я об этом и говорю. Потому что сейчас вот мы одни, вот сейчас вот мы тут посидим пару часов, а завтра мы будем другие. И это не то, о чем говорит Господь. Завтра мы будем делать свои дела, которые надо делать, но которые почему-то забирают у нас силы, и забирают все, и ничего не дают взамен. А если дают, то на время только. И вот поэтому так и получается. Но для этого нужно смириться, научиться у него. Потому что просто так, если ты возьмешь на себя его бремя, и ты просто так возьмешь на себя его иго, то у тебя будет опять-таки. Жизнь разделится на две части. Это жизнь для Бога, а это жизнь для меня, для моей семьи, и так далее, и так далее. Но это такие все разговоры, которые, знаете, я на них не обращаю внимания. Если ты смиришься перед его определениями и возьмешь его определение на себя, то у тебя жизнь станет служением. И это не надо для этого быть пастором, для этого не надо быть апостолом. Речь идет не о твоей позиции, а речь идет о твоей менталитете. Речь идет о философии, о твоей жизненной философии. Что ты начал мыслить по-другому, что у тебя изменилось отношение к самому себе и вообще к жизни, если хотите, к ее смыслу, к ее цели. Для чего? Чтобы наконец-то обрести этот покой. Потому что мы к Богу пришли, и Он говорит, если вы придете, я дам вам покой, мы-то пришли, а его нет. Дело не в том, кем ты там служишь Богу, кто-то там или проповедник, или евангелист, а дело именно в менталитете. Дело именно в менталитете. Откройте, пожалуйста, еще Матфея 16 главу. Вы смотрите, чтобы я не был для вас, как этот, как Иезакий Иль говорит в 33 главе, чтобы я не был для вас, как тот певец с приятным голосом. Какая проповедь, какая ария, какой романс. Послушали, похлопали, а потом пошли и живем своей жизнью. Вы смотрите за этим. Окей? Потому что Яков тоже говорит, что вот посмотрел в зеркало, а, все нормально, а потом отошел от зеркала, и я уже не помню, как я выгляжу. проповедник – это не певец с хорошим голосом, которого заслушаешься. Это нужно принимать то, что через него говорится. Даже в любой, в любой теме можно что-то взять. И вы замечаете, чтобы я не был для вас певец с приятным голосом. Вы помните это место, языки или 33-я глава? Потому что иногда мне кажется, что я похож на певца. Слово должно пускать корень. И вот ты для них, как забавный… А, забавный певец. А, окей. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют. Но когда сбудется, вот уже и сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк. На этом он про языки или говорит. Это 33-я глава в самом конце. Поэтому это для всех слушающих. Ну и меня в том числе, потому что… Матфей, 16-я глава. 24-й стих. Смотрите. Тогда Иисус сказал. До этого ему… А, 16-я глава – это известное место, когда Петр хотел его как бы уберечь от того, чтобы он не ходил в Иерусалим, как бы пожалеть его. Но он ему сказал, что этот человек из тебя дьявол говорит. И потом он говорит. То есть он говорит, не ходи, пожалей себя, мол, тебя же там убьют. А он ему говорит, если ты хочешь идти за мной, как бы он про себя говорит, если я хочу исполнить волю Отца, если я хочу идти за Отцом, если я хочу сделать угодный Отцу, то нужно отвернуть себя, взять свой крест и следовать за мной. То есть взять это иго, которое от меня для тебя, мое определение, мою ношу. И смотрите 25-й стих, который меня поразил недавно. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу своего? Это же поразительно. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Это то, что мы сегодня делаем. Окей? Это то, чем мы сегодня занимаемся и то, чем мы живем. Мы приобретаем. Конечно, до мира нам далеко, но мы приобретаем, мы приобретаем, мы приобретаем. Мы живем в таком обществе. Это такой менталитет. Я же говорю, что мы идем, верующие люди, мы идем в этом же направлении, в каком идем направлении весь мир. Ну да, мы собираемся в церковь, мы кричим Аллилуйя, мы там поем, и все это делаем. Вот. Но это не важно. Важно, что мы идем в эту же сторону. Вы же знаете, куда идет мир. Окей? Так вот, в принципе, мы, потому что мы приобретаем. Мы приобретаем. А если мы не приобретаем, то потому что не можем приобрести. У нас нет возможностей. А у кого есть возможности, я приобретаю. Можно приобрести весь мир, а душе своей повредить. И потом ты не выкупишь эту душу. Смотрите, что он говорит в 25 стихе. Если кто хочет душу свою сберечь, это то, что мы все хотим, тот потеряет ее. Вообще, вы задумывались об этом стихе? Если ты хочешь свою душу сберечь, ты ее потеряешь. Окей? Нет, вы вообще задумывались об этом стихе? Это же можно с ума хойти. Если ты хочешь душу свою сберечь, ты ее потеряешь. А ведь ты хочешь душу свою сберечь Так ты таки ее потеряешь Есть одна возможность не потерять душу Есть одна возможность сохранить душу Это что? Это таки потерятие Ради него и ради Евангелия В другом месте вам сказано Ради меня и ради Евангелия Тогда ты ее сохранишь А в другом случае, во всех других случаях Ты потеряешь, вы понимаете вообще о чем речь идет? Это же не шутки Это же не шутки Это он уже не шутит Сегодняшнее христианство Это знаете что? Это именно вот этот стих Сегодняшнее христианство Это сохранить свою душу Окей? Люди пророчествуют Люди совершают Исцеляют Можно и поговорить языками Можно прославить Бога Можно сделать конференцию Можно поехать куда-нибудь там В Иран И там раздавать Библии Можно сделать великие дела И все это делается в сегодняшнем христианстве Кроме одного Никто не теряет свою душу Поймите Поймите что душа не сохраняется делами Окей? Душа не сохраняется какими-то делами Даже великими делами Дела это не на уровне души Душа сохраняется только одним путем Если ты полностью ее Сорренда Если ты полностью ее потеряешь Только тогда ты можешь ее сохранить Никакие дела не помогут тебе Я могу проповедовать 2-4 часа в сутки Это не имеет никакого отношения к моей душе Никакого Я должен ее потерять Я должен просто ее deny Только тогда я ее сохраню Мы вообще осознаем Насколько это все серьезно Я надеюсь Не надо И не пытайтесь Как бы Говорить себе А вот я толком не понимаю До конца Что значит потерять свою душу Я не уверен Что я понимаю это Вот если бы ты мне Вот если бы ты мне объяснил Что значит потерять душу Я бы ее точно Потерял бы ради Иисуса Христа Они ему говорят Господи Если ты вот Дашь нам знамение Тогда я поверю в тебя Но он дал им знамение Не дал им знамение Почему? Потому что они лукавят Если ты до сих пор не знаешь Что значит потерять свою душу Ради Иисуса Христа То Тогда я уже не знаю Как это объяснить В этом же Евангелии от Матфея 25 стих 25 глава Откройте пожалуйста 25 глава И стих 24 да? Сейчас я посмотрю Ну да Да сейчас я коснусь Это таки довольно опасно Понимаете И в этом своего рода Какое-то Я бы сказал Или заблуждение Что нужно Что акцент делается Именно великие дела И если кто-то может Воскрешать в Ордбах То на него смотрят Как на что-то такое Но это хорошо Это все хорошо Это все хорошо Эти дела Но я повторяю еще раз Делами ты не сохранишь Свой душ Ее нужно потерять 25 глава Матфей Это притча о Помните как он Вы знаете эту притчу Как он Уехал Раздал таланты Одному пять Другому два И третьему дал один талант И потом через какое-то время Он возвратился назад И говорит Ну Подходите по одному Да Что вы сделали С этими талантами Ну первые два Вы знаете Они принесли Прибыль И он говорит Окей Что мол Хорошо Добрый верный раб Потом Подошел И получивший Один талант И сказал Господин Я знал Что ты человек Жестокий И жнешь День и сеял И собираешь День и рассыпал И боявшись Пошел И скрыл талант Твой в земле Вот тебе Твое Тут довольно таки Такая история Вроде бы банальная Но на самом деле Вот тебе Вот тебе Твое Понимаете Все Это как тут Понимаете Психология человека Это же наша психология Господь Я проповедь сказал Сказал Сейчас служение сделал Сделал Ко мне кто-то пришел Там помолиться Голова болит Я помолился Исцелился Исцелился Господь На тебе Твое I did my part Ну Дай мне теперь Как-то жить уже Для себя Или там Что-то делать То, что я хочу На тебе Твое То же самое Это служители Это пасторы Это там Я не знаю кто Но не апостол Павел Он никогда не сказал Господь На тебе Твое Он никогда так не сказал И не сказал бы Почему? Потому что У человека был Совершенно другой Менталитет Он горе мне Говорит Если я не благовествую Это моя что? Это моя необходимая Обязанность Это для меня Говорит что? Христос это Жизнь Понимаете? Вот это вот Вот то Это о чем я вам говорю То есть Он потерял себя Павла нет Говорит Уже не я живу Павла-то нет Кого знали Говорит Раньше там Уже его не знаю Человек потерялся Он растворился В нем Это единственный Способ Сохранить Свою душу Для вечности Твои дела Не имеют К этому отношения Но этот человек Пришел Говорит Ему Бог Дал Нечто Чтобы Он ему дал Он Он в принципе Этого человека Сотворил Для этого таланта Понимаете? Он его сотворил Мы прочли Эфесяне Что? Что человек Предназначен Для тех дел Которые Бог ему Предназначен Исполнять По-моему так Окей? Вот этот человек Он был сотворен Для чего? Чтобы взять Этот талант И что-то сделать С ним Положить его Куда-то Чтобы он принес Прибыль Речь идет о прибыли Прибыль это ключевое Все что мы делаем С нашими жизнями Мы приносим Прибыль для себя Мы их приносим Прибыль Иногда там В банке говорят Your money is just Searing there Они говорят Так? Вера, правильно я говорю? То есть Твои деньги там просто Лежат Так вложи их куда-нибудь They just Searing there Они на тебя смотрят Как Ты что Совсем с ума сошел? Они же ничего Не приносят тебе Бог говорит Небесам Подивитесь На эти жизни They just Searing there Они ничего Не приносят Вот этот человек Был сотворен Для этого таланта И Бог ему Дал возможность Дал ему возможность Но когда Пришло время Он говорит Вот ты мне дал На тебе твое Мне твое не надо Я такой Я честный Так сегодня Я честный Ты мне дал Мне спасибо Я как-нибудь сам You missing the whole point И вот эти верующие люди Это верующие люди Это мы с вами Я сделал все Мне не надо Так в принципе Ты для этого и сотворен Был Ты для этого таланта Был сотворен И вот сейчас Бог просто дал тебе Этот талант Потому что ты пришел К этому моменту Ради которого Ты был сотворен Ты должен взять его И что-то с ним сделать И сделать из него Пускай полтора Пускай One point two Не важно сколько Но хоть маленькая прибыль Должна быть Ему И тогда он скажет Окей Конечно Хотелось бы иметь Целый талант прибыль Но все равно хорошо Бог никогда Не отгонит тебя Если ты хоть Маленькую прибыль Потому что это плод Святого Духа Это прибыль It's all about Прибыль It's all about Fruits of the Spirit Но мы должны Понять Что в этом В этом вся наша жизнь В этом вся наша жизнь Пока мы это не поймем И пока мы не начнем Это делать Мы будем и уставшие И обремененные И лишенные покоя И этот человек Он может быть там Что-то себе Я не знаю Что он себе там наделал Но этот талант Он положил Он даже не коснулся его Он был занят своими делами Он был занят своими делами Это то чем занимаемся мы И у нас нет покоя